Осторожно спускаются, семенят, держатся друг за друга или за перила, чтобы не упасть. Пройти нормально по лестнице в начале проспекта, свободные, рассказывают красноярцы. Невозможно, скользко. Коммунальщики не чистили пролет из прошлого года, как выпал снег. Некоторые даже не рискуют здоровьем и обходят стороной. С трудом можно передвигаться и по тротуарам. Сплошной каток, и заложником ледяного плена оказался практически весь город. Вы представляете, если пожилой человек на ней загремит, то есть он переломает все кости и скатится. Вот в баре Свердловского района пошла в магазин, там не посыпают. Я подскользовалась и упала, сломала руку. Вот последствия этого дела, падения моего. С Мичуриной и под мост идти, под пешеходный. А там всегда вода текет, ее никто не сбивает. Вот там и подскользнулся. Тротуары, жалуются красноярцы, редко посыпают песчано-соляной смесью. На пути там и тут встречаются застывшие снежные бугры. И это последствия аномального тепла, считают специалисты. Как пояснили в мэрии, содержать город в нормальном состоянии – это обязанность как дорожных служб, так и управляющих компаний. Самое первое внимание, как только ухудшаются погодные условия, службы уделяют участкам, где большой поток пешеходов, если речь идет о тротуарах. Если речь идет о дорогах, это там, где сложные участки, повороты, аварийные участки, там, где большое количество общественного транспорта. Графики у каждой службы свои. Кроме того, работают и по заявкам. Специалисты советуют обращаться в диспетчерскую службу Н-2-0-5. Или в район администрации. Кстати, железнодорожный уже взял на контроль лестницу на свободном. А пока удержаться на льду, пешеходам помогает лишь осторожесть и хорошо подобранная обувь. Обращаются часто очень, в основном, бабушки, пенсионеры. Накладки, шипы специальные. У нас свои материалы мы специально приклеиваем. Бывает, и подошву менять приходится целиком, чтобы не скользило. Так говорят профессионалы, а я решила проверить, работают ли советы из интернета. Поэтому нахожусь на катке, где максимально скользко. Для эксперимента мне понадобится три поры обуви. На первую мы наклеим наждачную бумагу. Вторую мы пробьем степлером. А вот третью, кто бы мог подумать, мы натрем подошву обычным картофелем. По итогам эксперимента картофель не занял никакого места, потому что вариант не работает. Второе у скоб из степлера, а вот первая я дала наждачной бумаге. Шла я уверена, хоть и была и на каблуках. Диана Хатяшвили, Алексей Овсяников, Павел Пателицын, Енисей. Новости. Субтитры сделал DimaTorzok